Итак, друзья, сегодня новое видео на канале Подорожник Лайв. Я, честно говоря, его не планировала, но так случилось, что умер мой предыдущий регистратор, который верой и правдой отслужил целых 8 лет, и вы видите его сейчас на своих экранах. И мне пришлось искать замену, чтобы был простой, надежный, дешевый и чтобы так же дольше прожил. Но замену я эту нашла, поэтому сейчас вам об этом расскажу. Погнали! Так, для начала хочется рассказать вам о моем предыдущем регистраторе, который, собственно, 8 лет у меня и прожил. Это регистратор фирмы МИО. Самый простой, самый обычный. И покупался именно для того, чтобы вести съемку на дороге. Несмотря на то, что он был очень дешевый и прост в использовании, съемка у него была достаточно качественная. И что ночью, что днем, получалась достаточно хорошая картинка. И были читаемые номера, и какие-то элементы, все было видно. Вот примеры этих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Учитывая, что предыдущий регистратор МИО показал себя в самом лучшем свете, было принято решение искать такую же модель. И я выбрала несколько моделей серии Viva. Если я не ошибаюсь, она называется именно так. Viva V20, Viva V21 и был еще Viva V26 с GPS и предупреждением камер. Становилась на самой дешевой модели. Это регистратор МИО Viva V20. Сейчас я вам про его характеристики небольшие скажу. Видео Full HD 1080, ЖК-экран, угол обзора 135 градусов, запись по датчику удара G-сенсор, фоторежим. Все. Больше там ничего нет. И честно говоря, и не должно быть абсолютно. Съемка, фото, возможность записать какое-то событие, сохранить на карту памяти. Все. Ну, по сути, разницы как таковой нет. Все управление, все такое же. Единственный момент, что мне очень было важно, чтобы разъем в регистраторе, в этом новом, был такой же, как разъем в старом регистраторе. Для чего? У меня сделана скрытая проводка и скрытое подключение регистратора от переключателя света. И мне очень не хотелось разбирать всю эту конструкцию и вытаскивать старый шнур для того, чтобы поставить новый шнур. Я хотела, чтобы именно от старого шнура работал новый регистратор, чтобы ничего не пришлось делать. Кстати, если вы хотите, чтобы я сняла видео о том, как сделать скрытую проводку регистратора от переключателя света, пишите в комментариях. По поводу провода. Провод в этих регистраторах, что в старых моделях, что в новых, очень длинный. Он очень длинный. Его мне хватило от переключателя света провести под стойкой, под потолок и вывести сюда. И там еще большой моток провода у меня остался сложенный. Я разворачивать его не буду, но могу сказать, что там патрон, что провод достаточно качественно выполнен. И на патроне есть индикация включения. У него намного меньше кронштейн, чем в предыдущем. И этот кронштейн поворотный, что, кстати, очень удобно. Вот эта вот кнопочка для съема для меня оказалась не очень удобной, но, думаю, приноровиться можно. Так, ну и по функционалу. Картинку можно на экране отключать. Будет гореть только вот этот вот синий индикатор. Здесь у нас карта памяти. Кнопка включения и кнопка выключения микрофона. Здесь у нас вход для провода. И кнопка для перезагрузки устройства. Все. И чуть поменьше экранчик, чем в моем предыдущем регистраторе. И вот такое вот меню. Длинным нажатием вот этой кнопки мы сохраняем события. Если нужно что-то экстренно сохранить. Далее, этот режим, эта кнопка делает фотографию и сохраняет картинку. Этой кнопкой мы попадаем в папку файлов. Видео, события, которые мы сохраняем и фото, что очень удобно. Стрелками выбираем, выходим, нажимаем ОК, либо выходим из меню. Ну и, соответственно, основное меню, где можно настроить все параметры. Язык, разрешение, длину видео, выключение экрана, G-сенсор, который отвечает за удары и события сохраняются. Звук кнопок, запись звука. Запись звука нам нужно включить обязательно. Громкость, дата и время, частота, форматирование карты, заводские установки и версия. МИО, ДАШ, КАМС 041. Ну и, конечно же, проверим картинку с этого регистратора. Посмотрим ночное видео, посмотрим видео днем. Посмотрим, как он снимает. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Основные его характеристики можете почитать в интернете, можете почитать подробнее, чем отличаются модели V20, V21, V26. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сравнить, понять, что вы для себя хотите. Данная модель в январе этого года, 2023, стоила ровно 3 тысячи рублей. Ровно. Я считаю, что за эти деньги регистратор с таким качеством, это, пожалуй, самое лучшее, что можно было приобрести в машину. Соотношение цена и качество на уровне. Поэтому его я смело могу вам рекомендовать. Пожалуй, на этом все. Оставайтесь со мной на канале. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ